Микс Ньюз Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Начнем, наверное, со школьников, поскольку 1 сентября были опять внесены изменения в меню школьное. Вы знаете об этом? Да, что там стало меньше картошки, черного хлеба, комфота убрали. Добавили всякие овощи, ягоды молочные. Ну да. Ну, в принципе, это связано с тем, что если мы смотрим на свое молодое поколение, тогда чаще появляются такие ребята, которые имеют лишний вес или даже этот лишний вес в стадии ожирения. Это связано с образом жизни, меньше подвижность, больше всяких этих самых устройств, где пальчиком надо работать, телевизор несколько часов в день. Статичная жизнь. Ну, статичная жизнь, да. Пешком мало, в школу привезут и так далее, тренировки, кто ходит, тому все в порядке или на танцы там, да. Но те, которые не, ну, наверняка где-то что-то не то, да. Ну, и с другой стороны, смотря, что говорят те, которые дают эту еду питателям, да, ну, организациям, которые... Да, 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 кормят, да. Что остается на столе. После того. После того, что как это было, да. Что они выбрали, да. Ну да, что выбрасывается, да. Да, да, да. Там тоже было видно, что все-таки кое-какие коррекции нужны, да. А что выбрасывалось? Ну, да, там, знаете, как теперь молодое поколение, да, есть такое поколение, которое не знает, что это такое кисель. Да, вполне. Да, не знает, что это такое хлебный суп с сливками сверху, да. Отварную картошку наверняка не кушают, потому что фришка, да, это интересно, да. Мясо, видя мясо, тоже часто идет выброс. Котлетка, может быть, идет, да, или сосиска, в таком плане, да. Потому что там много-много проблем, которые, ну, в принципе, начинаются в семье, да. Ребенок, ну, когда он родился, крупное питание, там, или там смеси, да, но в возрасте где-то полтора-два годика он сидит за стол вместе с вами, да. И что там, как там ситуации в семье, так ему... Ну, что в школе не ест то, что он не узнает? Ну, что он не знает, да. Да, он не знает. А если он голодный? Никто не дал, да. А если он голодный? Если он голодный, так, ну, голодный обычно там никто. Да. Потому что у него есть там или возможность... Ну, в школах теперь, конечно, уже давним на долг, или там всякие буфетики, да. Ну, да, в школах еще скажут, что бесплатное питание добавилось еще два класса. Это хорошо, да. Это хорошо. Это то, что так не надо быть, если возможность есть, или у государства, или местного управления. Да, да, да. Это отлично, да, потому что, ну, в Риге одно дело, но у нас, если мы смотрим по советскому району... Так что, много выбрасывают? Ну, в принципе, да. Половину? Ну, не знаю, я не весил там и так далее, но много-много там... Ну, вот мы платим за это питание... Ну, вот смотрите, Алиция... Ну, с другой стороны, там тоже есть уйма проблем, да. Да, там этот денежка довольно маленькая, да. Ну, да, там же копейки какие-то. Алиция 42, да. От этого надо, и там электричество надо зарплатить, то вот того на продукт, там, ну, треть, может быть, или, ну, две... Ну, можно делать меню только полезное? Ну, так и теперь будем стараться, да. Но продукты-то все равно такие второсорные получаются. Ну, кое-что стоит и так далее. Ну, нет, так страшно тоже нету, да. Но там, ну, проблемы... Ну, а что писали же, что из каких-то фруктов, например, можно будет позволить себе только яблоки, потому что они самые дешевые? Да, ну, хотя бы яблоки. Ну, не все любят яблоки. Ну, да, придет человек. Ну, ладно, хорошие яблоки, бог с ними. Они каждый день же яблоки. Я не знаю детей, которые, ну, с удовольствием едят, не знаю, там, капусту. Это было, стоит... У меня пять этих самых, как они называются... Детей, внуков? Мазбайрных, да, внуков, да. Один там годик, тот еще не считает, но эти четыре точно можно посчитать, да. С ними так. Спросил, хочешь яблоко? У-у-у. Порезал, да. Поставил, сожрали, да. То же самое с морковкой. Будешь? Нет, не буду. По чистому. Все, да. Надо предлагать. Да. Надо предлагать. Это в руках родителей, прородителей и так далее, да. И если мы не предлагаем, тогда откуда он знает, что это такое, да. Так что нужно урок в школе привести? Ну, урок там уже поздно. Надо раньше было, да. С двух лет. Но, в принципе, школа тоже неплохо было бы, если было бы что-то такое насчет питания, да. Но это самое... У этого ребенка есть, ну, скажем так, условно, право отказаться от предложения, да. Ну, педиатры-то, детские врачи говорят, да. Плоть до 15-20 раз. Ну, он первый раз попробовал, что-то не то. Не понравилось. Да, ну, маленький такой, да. Ну, родителям надо через какое-то 2-3 дня, и как там еще раз предлагать. Ну, он уже более-менее вкус где-то заметил, уже так-так-так. С пятым-шестым разом пошло, да. Например, тыквенная какая-то кашка или что там, да. Ну, никто сразу... А можно подмешивать чуть-чуть. Ну, вот, ну, вот, по-всякому. Значит, опять хитрость родителей, да. Времени нету, пациенты, ибо с этой... Терпения нету, да. И все идет по той стороне. По легкому пути. А школьные буфеты не мешают этому процессу? Ну, буфеты, там уже регулировка. Регулировка есть, да. Да, естественно, там уже рядочек, по-моему, давали. Хочу спросить про вот есть такое заедать, что-то на нервной почве, да. И вот как нервы влияют на потребление здоровой пищи и нездоровой пищи, потому что школа – это же тоже стресс. Ну, ладно, ну что это за стресс-то? А, ну, тогда вернитесь в школу, сидите за партией. Ну, школа была хорошо, не надо было на работу идти, но все там порядочко. Ну, не знаю, мне кажется, это какой-то стресс. Как учительница, ну, там все тоже. Но потом я говорил со своей родственницей, которая в детской школе работает, она говорит, да-да, первые две классы все довольны, потому что оценки еще не ставят. С третьего там начинается. Ну, вот это стресс. Как нервы влияют на потребление и усваиваемость пищи? Конечно. Ну, стресс – это стресс, да. Без стресса тоже никуда. Да, да, отсутствие стресса – это тоже своеобразный стресс, если мы так смотрим, потому что организм такой… Вялый. Вялый, да. Кои-какой стресс нужен, да. Тот нас немножко гонит вперед. А то есть есть люди, которые умеют создать стресс, да? Ну, есть люди, которые умеют, да-да-да. Это женщины. Ну, начальники всякие. Это женщины, да. Если у вас можно создать скандал. Требетные стрессы, да. Ну, вот, есть несколько вариантов, если с этого стресса там, ну, стараться избавиться, да. Ну, по пятницам, что вы делаете вечером? Не, не скажу. Не скажу, да. Я это и в среду делаю. И по средам. Да. Ну, вот. Так что вы знаете свои средства. Ну, ладно, это такое, которое для детей точно относится к взрослым осторожно, потому что кто через кого там рулит, да, если вы над этим напитком, все в порядке, но если напиток над вами, тогда проблемы большие, да. Дальше есть более серьезные дела, да. Какая-то таблеточка или шприцы, и тоже стресс уплывает, и вы уже вообще поднимаетесь за ней, да. Тоже не надо, да. Ну, что еще остается? Еще остается два, в принципе, варианта, как стресс. Да, два варианта. Это один физические активности, потому что у нас стресс от того, что мы сидим, того, того, и умственный стресс, и усталость умственная, да, но физическая усталость при этом такая, что мышцы чувствуют, что вот такого нету. И другое еще, ну, покушать, как следует. Покушал. Заясть. Да, покушал, здесь наполняется, там кровь сразу на работу, там, да, да, да. Здесь увенчается. Поспать, полежать, все спокойно, реферат может ждать, ну, когда его сдавать, там, через две недели, три, ну, это еще время, да. А вот скажите, это эффективный способ все-таки, несмотря на побочный эффект, что вот там человек поправится, понятное дело, но это эффективно заесть стресс? Ну, что эффективно? Кушать-ка это как-то надо иногда, да. Стресс пройдет? Нет, стресс не пройдет. В тот момент вы будете спокойнее, да. Причина же остается. Да. Надо решать вопрос. А смотря, а вот усваивается эта еда? Ну, конечно. Это всегда, да, это нормально? Ну, то есть там плитка шоколадки. Нет, ну, сразу она не прилипает, конечно, да. Не прилипает. Вам прилипает, ну, вот вам такой вещь, амен, да. Но люди разные, да. Один тонкий, стройный, можешь кушать, ну, можно сказать, даже все, что ему хочется, да. Другой сразу вот этого немножко поняет, да. Но вопрос насчет здоровья, и у тонкого, и у толстого, все-таки остается. Качество питания, такой вопрос. Одно калорийность, другое состав по витаминам, микроломентам, хорошим жирам и так далее, и так далее, да. Так что еда не только весна, это холестерин, это сердце, заболевание, давление повышенное, диабет второго типа, суставные проблемы и так далее. Там много можно список делать, да. Но насчет стресса, природа, в принципе, просматривала так. Ну, например, представим, тот зайчик, который там... Зайчик в лесу? Да, зайчик в лесу. Он кушает свою капусту там и все время постоянно смотрит. Ушами шевелит. Да, ушами. А может быть, леса, может быть, волк там, да. И вдруг он увидел. И сразу у него сердце пошло, да. Он застыл. Перестал есть. Перестал есть, конечно. Там же охотник появился, да. Но охотник его не заметил. Прошел. Фу. Аппетит пропал. Аппетит у него в тот момент пропал точно, потому что стресс такой. Но после этого зайчик продолжает сразу кушать. Он был приготовлен для того, для побега. Адреналин. Адреналин. И он там чик-чик-чик-чик выбегает свои петли. И потом заставляет, опять за еду вернется, да. Он убрал этот адреналин с мышечной. То есть он правильно убрал Вот именно как раз физической нагрузкой Он убрал лишнее И это вот то, что у нас в городе живящих Не хватает, хронически не хватает Физической нагрузки Мы с транспортом Или таким, или саким Ну, теперь больше с велосипедом Я смотрю, что едут люди Ну, а как в спортзал ходить? Когда тебя кто-то напугал? Ну, вот, да, ты зашел к начальнику В той же самой книге там писались так Зашли к начальнику, тот наругался После этого следовало бы Побегать 5 километров Да, ну, это не будет В Японии В Японии, я знаю, манекены есть Да, вот в соседней комнате Здесь манекен начальник Он поругался, пошел, ему Все, успокоился, можно работать Так что это Шутка иногда, да Но, в принципе, нехватка физической нагрузки Это точно есть и у взрослых И у детей Каждый начальник так решит Я тут, понимаешь, ругаюсь на сотрудника Что он плохой, а ему еще спортзал подавать Да, там, или манекена Ну, ладно, ладно, плохой-то не годится как такой Ну, там тоже надо уровень смотреть Ну, хорошо, а меня эти дети беспокоят, которые не знают, как выглядит хлебный суп и кисель и так далее То есть это нужно социальным работникам? Это надо семье Ну, не, ну не у всех есть семья И не у всех там счастливая семья Ну, ладно, да, там другие вопросы, конечно, да Но там есть Ну, теперь же есть В школе какое-то объяснение должно быть Да И нет Ну, по-всякому, да Ну, в принципе, будем говорить насчет большой струны, да Да Конечно, если это маленькая струна, которая там спецшкола и так далее Ну, там как есть, так есть Но там тоже иногда проблемы, да Они в этой школе там со всех сторон, ну, с ними обходятся и так далее Они привыкли, что все на месте Все подано Все подано, да И вдруг он закончил свой, ну, например, теперь 12 класс И ему надо в жизнь идти А он не умеет колбасу резать, да Нам рассказывали, вот как раз приходили представители приемных семей Говорили, что они берут детей, которые не умеют Ну, с продуктами даже обращать Они не знают, что она, да Ну, вот, как, где, что, как, да Так что, немножко что-то там не туда пошло Все-таки, ну, раньше надо было там убирать в школе класс самим детям Даже было дежурство по школе, там, большие эти коридоры, там, дежурный класс В кухне там посуду убрать и что-то там поставить Ну, работу учить, да Теперь заставить, помыть эту самую доску Ну, теперь доска другая, да Нельзя, да Потому что это эксплуатация и что-то Ну, что-то немножко пере-пере Перекос уже пошел куда-то, да Я напомню, что в гостях у нас сегодня специалист по питанию Председатель Латвийской ассоциации врачей и диетологов Андрис Брэменис, если есть вопросы, дорогие родители, бабушки, дедушки, дети Звоните нам 672-12-939 672-13-939 Да Идите особенно Телефоны надо назвать Пожалуйста Звоните, да, спрашивайте Значит, вы школьным питанием и меню, в принципе, ну, в эту сумму, в которой возможно на этот поднос что-то, да Вы сейчас оцениваете это по пятибалльной системе, как? Ну, это не будет пятерка, конечно, потому что денежку больше надо было бы, да Но, я думаю, четверка ставить можно Ну, на счет питания у детей, один важный моментик хотел бы прибавить – завтрак Это должно быть в семье? Да, конечно Ну, можно по пути, если там проспал и в машине даже еще что-то скушать Но почему это важно? Какой завтрак? Завтрак, ну, что-то в составе его что-то зерновое Или хлеб, или каша, или что Углеводы, да Энергия Энергия, да Вопрос в чем? Обычно, обычно мы спим 6, ну, и больше 10 часов За это время мы не кушаем Ну, ужин там был где-то И потом сон, да И представим, что это реально 6-7-8 часов В которых сердце работало Температуру тела поддерживал Дыхание тоже мышца там поднимается, да Энергии тратилось И к утру Запасы Углеводные Типа крахмал Который, ну, организм это гликоген, да И уровень сахара в крови при нижнем рубеже Если такое состояние в школу отправить Голова особенно не работает Физически, так что Тоже не хочется, да Там шум Ушах он там отбивается Сосед, который сидит, тоже ничего не слышит Что учительница говорит Значит, труднее принимать информацию Поэтому завтрак важен Хоть небольшой, но важен Потому что обед там шходит Ну, а как же люди говорят Вот я не завтракаю, мне нормально Вообще ничего не могу в себя впихнуть Вопрос тогда У этих людей во сколько был ужин И какого размера, да Если он был поздно И обильный, тогда утром точно не будет Когда вечером перемешек съест Перед сном Но то, что мы имеем, бывает разные модели Не хочется 6-7-8 Но хочется около 10 Тогда будьте готовы Что вы здесь на работе Можете еще до сих А школы готовы к детям, которым, например, нельзя глютен Есть список аллергии Кто-то молоко не принимает Там есть Это все нужно на заявку Справку врача и, пожалуйста, вам Директору, да Ну, что могут сделать Ну, а как же вот все-таки быть, да С тем, что вот вы говорите В семье не были приучены дети, да К там, ну, хлеб и суп Суп там, кисель Хотя от хлебного супа киселя уже, наверное, отказались Ну, допустим, и к овощам не приучены И к там, к мясу, да Тогда будут это питание выбрасывать Все равно по-прежнему Нет, ну, будем, будет стараться что-то как-то Ну, посмотрим, да Ну, какие-то предложения А потом родители жалуются Ой, там невкусно готовят Это всегда было, не волнуйтесь, да Я помню Ну, не знаю, мы съедали все как эти Всегда всем хорошо не будет, да Ну, если вы помните свою школу Помню, конечно Нравилось? Ну, мне, мы вообще съедали Мне кажется, у нас все съедалось Ну, конечно И настоялось Ну, и вот это вот чай-поварешка из такой же кастрюли Вот это я не Не, ну ладно, каждому свое там, да Но я тоже помню, что было две смены там поваров, да Одна была вкуснее, другая, ну, тоже плохо Интересно, дети этих родителей, где они питаются? Потому что дома школьная еда И в школе еда домашняя У нас звонок есть, пожалуйста, здравствуйте Доброе утро Доброе утро, Лариса Ребенок тоже человек А вот пусть мне объяснит ваш гость Как он сможет заставить человека И ребенка в том числе Есть то, к чему он не привык вообще Салаты они не едят и сейчас Это я уже знаю по опыту внучек своих подруг Вот как можно ребенка уговорить Это должна быть не просто замена сразу Вот вчера у тебя была котлета А сегодня у тебя будет что-то другое Надо, наверное, какую-то еще и работу Со школьниками проводить Спасибо Да, ну вот как раз об этом мы говорим Еще можно дополнить, когда невкусно Вот человек, он не любит там Но при этом вкус это гречки Ну ладно, ну это, скажем так Ну если мы поставим здесь 10 детей Ну может половина будет гречку Да, хорошо, другая будет Ну так, один из вас будет Нет, я не кушаю Это насчет всех продуктов Мы можем такой вопрос сделать И будет часть, которая того Ну и кушает Или из-за того, что вкусовые нюансы Из-за того, что там, например, сдувает живота Например, паприка у некоторых Там трешка весь день такая странная Такие нюансы бывают Но то, что он не знает такого продукта Ну это проблема, конечно Которая идет от семьи Там, ну, в принципе, я обычно говорю так Что эти все обучения в школе Это уже поздно Ну вот вы в начале программы сказали поздно Там надо было бы И поэтому наше здание Больше об этом говорит Чтобы семья понимала Что их дети Это их будущее И чтобы они были здоровыми Хорошим образованием Физически развитые И так далее Потому что теперь тоже такой момент Что растут поколения Которые, я не знаю по-русски эти слова Как хорошо звучат Но они такие плохие Кислые и кислые Такие, ну Ну такие кислые Такие, но в физическом плане Вы видите, поколение Оно, может быть, отступило сильно От нас, да Молодое Потому что мы еще захватили Когда восстановили независимость И огромное количество разных кулинарных шоу Это было такое А у детей У них, их там подписки в инстаграме Блогеры и так далее У них нет кулинарных этих историй У них там ногти, брови Игры, машины Ну у них вот этого Чтобы 13-летние дети смотрели Как какая-нибудь 13-летняя девушка Все время рассказывает Про новые пироги Это немыслимо А тогда Как бы эта культура питания Она отсекается Ну да Но в то же время Например, у меня Эти пять внуков У одной дочери четыре Мама главная Ну в том плане Что можно Нельзя И как там Ну например Вопрос насчет мороженого летом Вот давайте А зимой? Ну зимой тоже иногда Но летом Это актуально Все-таки мороженое Ну можно его достать Но если там обед Ну пришло время Наскучает того-того-того Ну хотя бы немножко И тогда достанешь и мороженое Но мороженое же вредно Почему вредно? Ну там очень много сахара Ну они же бегают Те бегают С велосипедом Батут Футбол Там все в порядке Да? Энергии надо Но не пять мороженых за день Не пять Не пять Четыре Нет Один Бреманис у нас в студии Специалист по питанию Председатель Латвийской ассоциации врачей и диетологов Говорим о том Как вырастить нам Не таких детей Которые вот немощные Слабенькие Да? А таких Ух Хороших, красивых Со вкусом морковки Вот И брокколи Разным вкусом У нас есть звонки от наших слушателей Заодно Расскажите нам Как ваши дети в школе едят Нет? И что едят? Здравствуйте Пожалуйста Доброе утро Доброе утро Я своих детей Они вот как у них Вылазили зубы Сразу садились за общий стол И кушали все что Кушают все Поэтому они у меня любят брокколи Любят салат И любят Молодец Но я Но у меня такой вопрос к вам Да? Мои дети не знают Что такое кисель Я просто не понимаю Вот просто Ну вот Не знаю Не понимаю Вот это вот Что это за напиток Ну я просто ради примера Это говорил Да Это для примера Это для примера Попробуйте Это интересно Потому что Нет я знаю У меня как-то в детстве Мама сделала Да И моя мама до сих пор любит делать Я вообще не понимаю Вот этот напиток Желатин разбавленный В чем Ну вот я Крахмал Не желатин там Крахмал Извините Можно и желатином Тоже Да Ну понятно Да Я тоже Да У меня тоже мама Кстати кисель Варила все время Да И мы постоянно его пили А сейчас у меня вообще его нет На столе Ну густой кисель С молоком Там с сухофруктами Ну вот нет у меня его на столе Абсолютно Ну это опять Ситуация Как каждому Это не ежедневно Это иногда может быть Нравится Не нравится Это просто разнообразие Того что дома Можно приготовить Дома Да Одно дело Что домашнее питание Другое дело Что питание Это магазин Открыл Готовый Скушал Да Ну можем сравнивать По разному Ну например Я-то читал В литературе Что насчет сахара Там насчет Америки Было Да В 50-е годы Прошлого века Ну это давно Ну идея Как такова Да Сахар в основном Использовался дома Добавляя Ну там К чаю К кофе Кто ложит Готовляя Сладкие эти Блюда Или кисель Или что там Бубар Или что там Добавляя Выпечку делая Ну сахар Использовался дома И тогда Какой-то контроль Сколько я ложу Как там Что там В наши дни 75% сахара Скушается Не зная Что он есть Ну мы знаем Что там Напитки Мороженое Конфеты Всякие Флейки Там Завтрак Вы знаете Удобренные Медовые Такие Орехи Всякие Сладости И так далее Которые стали Обширно И доступны Ежедневно Сахар Конечно Нервные системы И все остальное Но В то же время В основном Энергии В принципе Если мы берем 100% энергии За день Вот отчинной Тогда основная масса Конечно Тратится На счет того Что поддерживание Функции Организма Как такова Это Памат Велмане Ну Основные База И тогда Какая-то Процентность Того Что мы делаем Профессиональный Спортсмен У него Тренировки 5-6 часов За день Там другая Калорийная Мы там Профессионала Не будем Но Может быть Одна Две Три Тренировки В неделю По полтора Часа Баскетбол И танцы Это уже Хорошо Если еще Пешком Полчаса Сюда Туда По городу Днем Тогда Вы уже В среднем Классе Активные Физкультурники И так далее Давайте Зонок Пожалуйста Здравствуйте Слушаем вас Доброе утро Меня зовут Евгений Можно Пожалуйста Такой Вопрос Насчет Молочных То есть полезны они Или не полезны А миф в чем? Ну тем что в детстве Только полезны Что в детстве полезны Да Этот миф Имеется ввиду Ну вот К примеру Раньше Как там Советское время Очень было То есть Популярно давать детям Молоко И все другие Молочные продукты Вот Недавно буквально Я слышал То что Ученые сказали Наоборот То что молочные продукты Наоборот Не полезны И вот этот вот Белок Который содержится В молоке Он как бы даже Не усваивается А где-то Откладывается Вот Отложение Где-то в суставах И это потом Сказывается На здоровье Да Спасибо Молоко Это Ценный продукт И дальше Кефир Пахта Ну Кисломолочный Дальше Твор Дальше Сыр Можно достать И так далее В молоке Есть Три такие Калорийные Компоненты Это молочный Белок Который Усваивается Который Расчепляется Фермент Это все Делает А сюда Никакого не происходит Дальше Есть молочный Сахар Сахароза Который Тоже Надо переварить Кишечник Там двух Такой Компонентный Сахар Который Расшеплять Там Конкретный Фермент Если Фермент Работает Там Все В порядке С возрастом Иногда Фермент Суя активность Теряет И тогда Свежее Молоко Некисло Сахароза Люди Я думаю Почему Я люблю Масло Потому Что Активно Работает Я хожу Лопатой Восемь часов Видите Только Лопатой Закапывают Закапывают Приносят И приносят Что тогда Вокруг Молока Все Спекуляции Ну Немножко Проблема Иногда Бывает Что Белок Аллергический Характер Проблем Взывает Да Поэтому Последние Такие Тенденции Что До Года Ну Маленьким Пробьем Первое Молоко Матери И Если Там Ну Проблема Тогда Все Молочное Кровье Молоко Ну До Годика Не давать Да Потому Что Возможность Аллергической Реакции Может Образоваться И так далее После года Начинаем Это Может быть Такая Тенденция Которая Раньше Помню Свои дети Там Ну А все Остальные Мифы Это Мифы Ну В принципе Остальное Так Скажем Ну Тогда Я Уточню Так Но В то же Самое Время Человек Как Существо Которое Всеедящее Да Всеедящее Да Всеядное Должно Иметь Имеет Право То То Можно Есть Обязательство Организовать Общирная Часть Той Пищи Которая Идет От растительного Мира Овощное Фруктовое То есть Большая часть Рациона Должна быть Растительной Да И тогда К этому И мясо И рыба И молоко И то и сё Которое Занимает В общем И только Одну четвертую Может быть Это группа Из того Что у вас На тарелке Интересно Быстро Кефир Или молоко Вот сорок лет Кефир Или молоко Там кефир Там кисломочные бактерии Будут Меньше Лактоза Кисломочные Всегда Кефирчик По средам И пятницам По субботам Здравствуйте Слушаем вас Здравствуйте Здравствуйте Да Доброе утро Вы обсудили Школьное меню Но очень интересный вопрос Меню детских садов Если говорить Об ожирении Я повела своего ребенка В детский сад И я увидела Что с утра Им дают Кашу с вареньем Чай сладкий Компот сладкий Я понимаю Что ребенка проще Накормить Когда там Много сахара Но Этот ребенок Пойдет в школу И естественно Он не будет Да Есть нормальная пища Да Спасибо Детское меню В дошкольных учреждениях Там тоже Кое-какие Правила Существуют Да Но Как я Понимаю Там немножко Может быть Не все Еще Установлено И так далее Но с маленькими Ребенками Там с этим сахаром Надо Ограничение Его Очень осторожно Да Потому что Если будет В таком Скажем Ну Три годика Четыре годика Там Веща обмен Работает Немножко Ну скажем Так иначе Да И он Этот ребенок Очень чувствительен В ситуации Когда Понижение Сахара Ниже нормы Да Мозг Там Требует Энергии И в таком возрасте Ну там Каша все-таки Дается Да Так что Основа Все в порядке Да Варенье Это половина Потому что Они любят детей Ну если Кашу любят Это супер Уже Да Варенье Это половина Ягод И половина Сахара Да Да И Если мы Сравниваем Например С Келлопсом Ну нельзя Назвать По имени Да Уже назвали Но есть такие Варианты этих Завтрашних хлопьев Сухих хлопьев Да Сухих хлопьев Где нормальный уровень Сахара Да У каждой фирмы Есть разнообразие Но есть такие Где сахар Ух-ух-ух-ух Там почти половина От состава Который мы сыпаем Надо смотреть состав Маленькими буквами Так что если каша Да Тогда даже можно Иногда говорю Так Разрешайте Сыпать сахар Своему ребенку Сверху Сколько он хочет Он никогда Не доберется До того уровня Что иногда В пакетике Сахар Не ну не будет Перебор будет Да Но в принципе Лучше конечно Варенье Еще лучше Если у родителей Есть время Взбивать с блендером Банан с ягодкой И свежий такой Типа Смузи Да Смузи Вместо этого Ну Каша это уже хорошо Что он кушает Есть звонок еще Пожалуйста Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Доброе утро Не подскажите Причину Пищевой аллергии В частности Кислотность Любая в продуктах Вызывает аллергию Спасибо Кислотность В продуктах Вызывает аллергию Да Скажем так Пищевой аллергией Бывает Да Из всех Аллергических реакций Которые мы Сталкиваемся Которые с кожей Там С удовлетворительными Путями И так далее Пищевой аллергии Составляет Ну 2 5 В рамках этого Процента От всех аллергий Да Чаще аллергии Бывает На Рыбные дела Замесрект Арахис Да Арахис Молочные продукты Молочные Квеши Это пшеница Да Ну Вот там Яйцо Яйцо Иногда Детей Да Но там Чтобы установить Этот диагноз Все таки Надо к аллергологу Тесты сделать Чтобы полностью Вы там Понимали В чем дело Надо ли отказаться С этих продуктов Или нельзя Или не надо Можно использовать Количество какое Да Еще и бывают Дозы Да Одну хлопнику Скушал Ничего Килограмм соскушал Сразу сып появилась Да Доза зависимости Реакции Которые не аллергии Но похожи Не аллергии Да Потому что Там много таких Неясных вопросов Иногда доза Иногда вообще Продукция Но аллергия вообще Очень неизученная Как мне кажется И времени Несмотря на то Что она очень популярная Там надо Если есть какие-то Проблемы Идти к аллергологу Чтобы установить Есть ли Точно Это аллергия Или какие-то Сопутствующие состояния Которые похожи на это Я не надо Отказаться Может быть До продукта Надо просто Ограничить По объему И так далее Это например Как вы кофе Выпили Кружку Все в порядке Выпили Три крепкие Тунг-тунг-тунг-тунг Я не могу У меня проблема Доза Сердце так колотится Доза сколько Да Доктор покажет Сухость В рту Такого перебора Иногда Что-то Мандраж Я кофе не могу Могу Но только Реакции Так иногда бывает С продуктами Еще звонок Пожалуйста Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Вот знаете Мне кажется Что у нас сейчас Пищевая индустрия Построена так Что Вот например У меня Ребенок У него уже 16 лет Он не употребляет Пищу Которую мы готовим Дома Я заметил Он ест именно то Что ему предлагается В городе То есть котлеты Фельмени Рыба Он не употребляет Ему это не нравится Ему нравятся Суши Какие-то полуфабрикаты Ну в крайнем случае Курицы Да и то Особо приготовлены Как в каком-то Образово говоря Месте Да-да-да Да И получается Что как бы мы ни бились Как бы мы ни предлагали Естественно Мы дома говорим Что мясо надо есть Вот такое А не такое Как ты там покупаешь Где-то В кебабной Ну Он уже не воспринимает Эту пищу Она ему не нравится Чисто физиологически И у нас Большая проблема С этим Потому что Он как бы Крестный спортсмен И я не могу Его убедить в том Что надо есть больше мяса А не все Вот эту вот Пургу Которую он кушает Когда он таскается По городу Или где-то кушает И второй вопрос Вот все-таки С этими яйцами Вот есть яйца Из-под куриц Которые Образово говоря Гуляют сами по себе А есть Которые Произведены На больших Комбинатах Вот В чем там разница Только лишь в том Что мы помогаем птичкам Или там действительно Химический Или какой-то состав другой Спасибо Яйца в клетках И яйца Ну там Свободу 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 Ну там Вопрос Насчет Пищи Да Все-таки Да Тут тот же самый Большой наш Конгломерат Который яйца Представляет У него есть Такая Конкретная Отличающаяся Коробочка Как там было написано На коробке Расфасованных Да Там сердце Нарисовано Там Что-то Скушаясь Яйца Содержит Там много Хороших Омега-3 кислот Это понижает Холестерин И так далее Там эти Курицы Которые Откладывают Эти яйца С кормом Имеют Ледяные семена Которые содержат Омега-3 И есть Строим материал Чтобы там В желтке Страивать Хороший жирок Так что Если Например С магазина От завода Скажем Или от комбината Тогда можно Выбрать Такие Где это Надо коробку Изучить Но яйца Сельского района Но там Курица Гуляет По свободе Там она Червика Нашла Там она Травушку Покушала Там она Какую-то Муху Поймала Может быть Хозяин Что-то Прикармливает Значит У нее Есть Выбор Пищи Ну Тогда И желток Летом Другого И так далее Думаю Что в комбинате Там все Научно Поставлено Там уже Изучили Что надо Что было Вот так Так что Вопрос такой Ну в принципе Если смотрим Эти омега-3 Так читалось Но это если в пищу Добавить Просто курам Им же можно и в клетках Добавить Это в пищу И в дворе Где-нибудь Которые там С этим Уровнем Омега-3 Уже В порядке Не знаю Я считаю Что это полная Ерунда В клетках Он высиживает Яйцо Нет Почему полное Смотря Не меняется качество Проверяли даже Исследовали Да Морайно Морайно Все таки Морайно Насчет первого вопроса Первый вопрос Это когда ребенок 16 лет Ему интересник В социальной среде Вопрос Откуда он Достает пищу Если он так может По городу гулять И туда-сюда Зайти и так далее Откуда деньги От трубочки Ну в 16 лет уже Деньги-то Родители дают Ну вот Мы сказали Что барин Занимается спортом Ну он занимается Это хорошо Ну карманные деньги Разве нельзя давать Ну на счет спортсменов Один тренер говорил Мне такое Да Это было в возрасте Они там Эти вот Ученики 13-14 Такой возраст Да Спортлагерь Это на советском местности Ближайший магазин 5 километров И сходят Ну или может быть дальше Первый день Я не кушаю этого Мне нравится То там В третий день Все кушают все Ну да Потому что Нагрузка Есть Солидная Потребность Есть И есть Нормальный Здоровый Аппетит Вы знаете То что На центральном рынке Готовится Будет там Прям Очень много Стрит еды Разнообразной Это как-то контролируется А заканчиваем К сожалению Ну не знаю Надо идти смотреть И пробовать И пробовать Ну ладно Спасибо вам большое Поговорили о питании Сегодня с председателем Латвийской ассоциации Врачей и диетологов Быстро пролетело время Андрисом Бреманисом Спасибо и хорошего дня До свидания Приятного аппетита И хорошего аппетита И морковки больше Всем нашим слушателям Правильно Яиц И хорошие морковки Разнообразные Это сила Одним пальчиком Мы можем так А разнообразные Это вот так Кулаком уже Да Есть сила Все, счастливо Отлично